доброе утро друзья я в майке и что-то знаете прохладно нужно было бы и какую-нибудь ветровочку надеть или там джинсовочку или еще что-то в общем как-то как будто свежо свежо до да 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 тут ветер вообще пошли чарли нафиг на работу там теплее у меня сегодня будет такой эмоционально тяжелый день вот идет одна клиентка она постоянно на 10 мне уже есть люди как так мой обед как всегда супчик курочка и на десерт манго всем приятного аппетита так друзья готовим с вами ппшный тортик шоколадный для этого нам понадобится для коржа овсяная мука 70 грамм я просто взяла вот такие вот овсянку и измолола ее 70 грамм 4 яйца какао 30 грамм у меня вот про 100 процентный какао без сахара без всего просто какао так 30 грамм сах заменитель сахарные заменители по вкусу вот там вы сами уже пробуйте массу какая там она у вас вкусно не вкусно крепкий кофе 100 миллилитров вот он у меня тут тоже и щепотка соли вот потом еще будет слой пудинга но пока разберемся с коржом с коржом нужно нам белки отделить от желтков точнее я еще не сказала вам нужен сюда в этот в корж разрыхлитель агар-агар нам нужен потом будет разрыхлитель разрыхлитель 1 чайная ложка ну вот у меня как раз два пакетика будет 1 чайная ложка сюда в общем отделяем белки от желтков белки нам нужно взбить поэтому будьте аккуратны чтобы посуда была чистая нежирная и чтобы не попало чтобы белки взбились такой вот в безе смешали все сухие ингредиенты какао 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 разрыхлитель муку вот и добавляем сюда желтки и все это смешиваем также добавляем сюда кофе тоже все смешиваем я добавлю еще немного ванили экстрад ванили чтобы уж прям пахло и шоколадом и ванилью и теперь после того как мы все это смешали добавляем наши белки взбитые потихонечку вот и все смешиваем так с одного края на другой чтобы без белки не опали нужно вот так вот смешивать получится бисквит несмотря на то что здесь овсяная мука он получится очень пышный вот так вот потихонечку помаленечку теперь берем форму форму обычно 18 20 сантиметров переливаем форму и в разогретую духовку до 180 градусов ставим на 30-35 минут у меня вот такая форма для слоя мусса пудинг нам нужно 400 грамм молока вот не такого не сильно жирного молока какао 15 грамм у меня опять вот тут я уже все замесила кукурузный крахмал 20 грамм агар-агар 2 чарные ложки я вот добавляю 2 пакетика по 2 грамма то есть 4 грамма агар-агара и ваниль и сахарозаменитель вот по вкусу как говорится вкус у всех разный и сейчас пока готовится это все готовится быстро поэтому бисквит пускай у нас готовится и когда он уже будет готов можно даже 10 минут остывать немножечко можно приступать к готовке и этого пудинга а пока пол часика идем смотрим сериальчик наш бисквит сготовился нереально пахнет шоколадом а вот пускай минут десять остынет прям в форме вот так вот как есть так и есть 10 минут там не принципиально в общем до полного остывания не обязательно ждать корж остыл немножечко начинаем варить мусс не мусс как он там в общем смешали все ингредиенты и на среднем огне начинаем варить как только доводим до кипения и варим 2 минуты сначала доводим до кипения начинает прям такой густеть на глазах вот закипел и теперь варим 2 минуты агар агар если вы не сварите то он не такой не станет в общем как надо желатин нельзя например кипятить а агар агар наоборот надо варить варить кипятить в общем 2 минуты варим на среднем огне агар агар сварился и вот так прям форму выливаем весь наш вот этот вот крем прям вот так вот поэтому форме должно быть достаточно места агар агар очень быстро застывает прям буквально на глазах и все а теперь это должно остыть а потом в холодильник до завтрашнего дня такой вот рецептик надеюсь что вам понравится 110 килокалорий на 100 грамм продукта в общем с чаем с кофе можно зашибись сейчас остынет и мы минимум на два часа в холодильник пишите в комментариях кто сделает понравился ли вам рецепт вкусненько ли вам мне нормально сейчас на пляже одни рыбаки только никто не загорает никто ничего зачем не тут ловят я не знаю нам что-то ловят что то есть что-то мне вот все время сюда хочется в поля даже не хочется идти хочется к морю ой там какая-то собака заброшенная что-ли а нет он там с хозяином тоже наверное рыбу идет ловить главное по камням так скачет вам наверное не видно но он там черный а он сейчас сюда прибежит наверное чарли его увидел там мужик вот идет с удочками с людочками все можно идти домой подышала морским воздухом вам показала нужно домой горы море порт я сегодня даже микрофончик взяла палочку люди тут с удочкой идут а я с палочкой чтобы поболтать нормально ну что кому что правильно я хотела вам рассказать что завтра у нас будет праздник ну вернее не везде праздник а вот только в городе где я работаю там праздник какой-то местный какая-то опять святой не помню подождите сейчас вспомню не помню короче какой-то святой праздник а вот поэтому мы отдыхаем скажем так но в городе где я живу нет никакого праздника здесь у каждого своего города свой праздник в россии тоже так по моему так вот у меня значит я вам говорила да что муж сказал значит все ты поедешь я знаю куда ты поедешь ну типа в торговый центр да я и я такая подумала если я во вторник хорошо поработаю если что-нибудь заработаю то почему бы нет а если не заработаю хорошо если в нем не очень за поработаю то никуда не поеду и сегодня знаете вот когда я с вам утром с вами здоровалась такая это но я предполагал у меня на 10 часов уже была записана американка которая но я на нее даже не надеялась она потому что уже третий раз была записана и постоянно то проспит то еще что-то вот но я все равно поехала пораньше на работу и с той же самой выдумкой что завтра праздник и вот бабушка вот это который ко мне сегодня утром пришла она вообще по субботам ходит у меня вообще каждый клиент расписан я знаю когда приходит что приходит если не приходит то это что-то значит случилось вот но я про эту бабушку подумала если она субботу не пришла то она придет во вторник потому что среду праздник она такая знаете в церковь служба будет праздник так как такового не будет будет служба в церковь и вот в честь этой святой а вот вот так вот хотя бы будут отмечать и так оно и вышло и в общем я говорю давай быстрее но я на нее типа поругалась такая говорю мы там уже давно все друг друга знаем поэтому есть доверительные отношения вот я говорю ну давай давай пойдем быстрее говорю давай попробуем до 10 я еще знала что это американка она не особо пунктуальная поэтому говорю у меня будет времени на твою укладку и так оно и получилось я уже заканчивала укладывать вернее наматывать ей бегудюшки бабушка бегудюшки накручивала вот и как раз пришла эта американка опять такая знаете в полу пьяном забытье идет шатается и около полтинника но она там вообще вся никакая грозит перегаром вот хорошо хоть это маска надета конечно маску не первой свежести там вообще такая чумазы ужас и хорошо что знаете она такой бы был напряженный день потому что она любит умеет выносить мозги в том плане что такой депрессивный человек что вот как-то не знаю ну как знаете пьяные люди вот они вот такие вот есть радуются по пьяни а это вот депрессняк у него какой-то прет но хорошо что у меня еще люди были поэтому мне некогда с ней было на ее темы разговаривать и поэтому слава богу к чему я это потому что поработала неплохо завтра отправляюсь в неваду торговый центр но я не по шмоткам поеду а хочу купить себе кое-какую посуду мне вот в прошлый раз я ездила мне понравилось там маленькие тарелочки такие вот и зайти в лерой мерлин купи ну купить или посмотреть там этот обувницу в прихожку там для кроссовок мне надо и еще что а тапки мне нужны комнаты потому что вчера я выбросил одни тапки они в конец у них прям подошва отвалилась я без подошвы ходила надо купить себе домашние какие-нибудь тапки ну и так пошарахаться потому что куда идти смотрели у нас тут скучно в общем погулять пойду сейчас пойду сварю себе на завтра грибы пожарить хочу мне там грибы достала и хочу пожарить потому что хочу с собой еду взять там конечно можно поесть какой-нибудь салат но вы знаете обычно у этих салатов заправка 150 раз калорийнее чем не знаю чем обычное меню возьмешь когда так что возьму с собой еду я одна поеду захочу поесть пойду в машине полопаю как я уже делала это однажды и будет мне счастье как вот на такой шопинг смотрите поедете со мной куда вы день все равно возьму так что вот так почесала я нас город но он дали туда мне идти надо включим нам сейчас пятую скорость сейчас я иду на третий и на пятой скорости полечу домой тишина покой туда идешь ветерок такой тебя вдувает обратно идешь он дует в спину и не уже не так не так кайфово ну ладно смотрите тортик в разрезе он просто вкуснятина я уже тут попробовал уголочек этот крем очень вкусный мне кажется если даже вот кто не хочет пп просто добавить у него сахар он просто обалденный так что пробуйте заварила себе чай на завтра меня вот грибы жарю лук на грибы и у меня ложка сметаны было полупрокисшей и выбрасывать все равно будет тепловую обработку проходить в общем сюда я уже запитала думаю будет нормально все наверх будет нормально наверное завтра это я на завтра еще гречки сварю суп же я с тобой не повезу правильно сварю гречки и вот собой положу в тарелочку и покушаю в машинке а что вот такие у меня планы на завтра пока я с вами буду прощаться всего вам самого лучшего пока не пахнет вкусно и всем пока пока